Всем доброго времени суток. Недавно меня пробило на китайщину, а именно их любимая историческая тема, эпоха Троецарствия. Начал фильмы смотреть, сериалы, ну и в игрушки конечно поигрывать. А какая самая знаменитая серия игр про это? Конечно, Дайнасти Вориорс. Первая часть была файтингом, и серия эпичного суицида китайского народа началась только со второй части, из-за глупой локализации. До этого я играл в пятую и восьмую части, ну плюс еще Самурай Вориорс 2 и Вориорс Ворочи. И вот решил пройтись, так сказать, сначала. Дайнести Вориорс 2 вышла над Плейстейшн 2 прямо на старте платформы, поэтому ей можно многое простить, в том числе и устаревшую графику. Геймплей построен на принципах битэмапа, но в эпичных таких масштабах. Каждый уровень это поле битвы двух армий, а вы всего лишь мелкий офицер с парой солдат. Ваша задача варьируется в зависимости от битвы, но основная цель это рубить и шинковать всех капусту. Для этого у вас есть набор слабых и сильных атак, возможность прыгать, залезать на лошадь и делать супер. Лошадь в первой игре, кстати, почти бесполезна. Отковать с ней очень неудобно, а скорость передвижения не такая уж и большая. Разницу вы заметите лишь при дальних заездах, где-нибудь через полкарты. Еще вы можете попытаться стрелять из лука, при этом игра переходит в режим от первого лица. Вот только выцеживать врага в разгаре сражений, ой как неудобно. В связи с чем, ни луком, ни коняшкой я особо не пользовался. Сами уровни большие, народу на них море. На прохождение одного такого может уйти от 20 минут до часа. Еще меня приятно удивило, что солдаты, как ваши, так и врага, здесь не для галочки. В восьмой части, например, вам по сути приходилось выполнять абсолютно всю работу самому. Ваши союзники не могли сами вообще ничего сделать. Здесь же именно происходит сражение двух армий. Без вашей помощи, конечно, выиграть не получится, но генералы в этой игре не только могут постоять сами за себя, но и даже вражеские отряды успешно уничтожать, что в восьмерке было крайне редко, если, конечно, это не скрипт. Также меня порадовали и вражеские солдаты. Их, само собой, меньше, чем в последующих играх, но здесь их присутствие реально чувствуется. В восьмой части их можно было игнорировать со слов «совсем» и бежать к нужному вам фицеру на пролом. Здесь, если вы так сделаете, вас просто зажмут и затыкают до смерти за пару минут. Рядовые солдаты врага не только огрызаются, но и, бывает, даже окружают вас. К тому же они не дохнут с одного точка. В итоге игра чувствуется как полноценный 3D битэмап. Отлупили кучу солдат, продвинулись вперед, отлупили еще, ну и так далее. После победы вам и вашим солдатам дают опыт. Ваш персонаж прокачивает статы, а ваши бойцы при прокачке могут улучшиться и сменить класс, и даже прибавить численности. В бою вы ими не управляете, но они следуют за вами и также участвуют в бою. Получать опыт в самих уровнях не дадут, зато после убитых офицеров зачастую остаются предметы, которые перманентно повышают ваши характеристики. В общем, играть было весело. Если бы не одно «но». Такое «но», от которого я до сих пор фейспалма ловлю. Вражеские генералы при падении получают рандомный баф в виде усиления атаки или защиты, или восстановления хп вплоть до 100%. Тебе восстанавливают здоровье после того, как тебе долбанут по тыкве, и ты упал. Логика. Причем неважно, ударил ли ты его случайным взмахом или полный комбой. Если это его не убило, есть шанс того, что он встанет с полным хп. Доходит вообще до абсурда. От всей армии остался лишь один генерал, которого как котенка шпыняют всем стадом твои союзники. И он уже должен был сдохнуть раз так пять к ряду. И вот у него остался один удар, но ему повезло, великий и ужасный роддом был на его стороне. Он встал жив и здоров, и одним усиленным ударом тебя ваншотит. Представьте, если бы в каком-нибудь Final Fight или Double Dragon такое было. Кто вообще и как до такого можно было додуматься? В общем, у меня это напрочь отпило желание играть в ДВ-2, ибо вот такая подстава, считай, в любой момент может случиться, вне зависимости от твоего скилла. Надеюсь, в третьей части такого дерьма не будет.